Новая серия и очередной сюрприз для участниц. На этот раз девушкам предстояла встреча в магазине. Чему бы это? Девчонки, слушаем нашу Дашу. Дорогие мои ярчайшие и талантливые королевы, я уже готовлю для вас сценарий финала нашего проекта и обещаю, что это будет феерично. Однако по этой причине сегодня, к сожалению, я не могу присутствовать на съемках и вместо меня будут мои доверные лица и они очень крутые специалисты. Всем удачи! Так, а задание спасибо! Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Зарипова Асяя и сегодня я весь день буду с вами. И мы с вами не случайно оказались сегодня в магазине одежды. Нам предстоит встретиться с известным блогером и стилистом из Москвы Марией Шеди. Давайте ее поприветствуем! Девушки, всем большой привет! Меня зовут Мария Шеди. Я профессиональный стилист, пишу для таких модных изданий, как Cosmopolitan, Elle Girl, порталы Woman.ru, которые вы все прекрасно знаете. И сегодня я прилетела к вам сюда, в Казань из Москвы, для того, чтобы прочитать мастер-класс про деловой стиль, поскольку деловой стиль это очень-очень важный аспект вообще всего имиджа в целом. Если вы выйдете в деловом стиле и наденете какую-нибудь ярко-розовую вещь, то у вашего оппонента будет ассоциация, что вы, например, более инфантильная, что у вас какая-то более ассоциация с Барби, да, то есть сразу отсылка к другому. И получается, что он не концентрируется на вас, как на специалисте, поэтому палитра делового стиля это нейтральный бежевый оттенок, молочный оттенок, черный, серый, темно-синий, то есть такие цвета, которые не вызывают особо никаких ассоциаций. Как собрать вообще красивый образ? Сочетайте разные фактуры, то есть вы можете использовать вид, вы можете использовать эко-кожу в одном образе, в некоторых офисах можно джинсу использовать. Очень выигрышно смотрятся образы в монохромной эстетике, да, когда у нас целиком молочный лук, целиком серый. Это очень клево вытягивает силуэт, добавляет нам роста, стройности. И, конечно же, такие фишечки мы еще создаем с помощью разных аксессуаров. Ну что, теперь объявляю соревнования. Каждая для себя должна собрать один деловой красивый лук здесь, в магазине. Но мы ограничены во времени. Вам дается ровно 5 минут на подбор вещей и 5 минут на примерку. Всего 10 минут. Итак, девушки, мы засекаем время. Три, два, один. Погнали, девчонки! Когда только услышала задание, я подумала, боже, это невозможно. Сумбур, каша, малаша. Для меня это нормальная история, потому что я каждое утро собираюсь. Девчонки, 2 минуты осталось, давайте по 6-3. Так, ладно, сидите, я вот это влезу. О, мамочки! Все, из рук уже валится. Сумка, 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 держите. Девочке осталось 2 минуты, и уже вот это вот, а что еще схватить? Ну что, девчонки, это был, наверное, самый быстрый шопинг в вашей жизни. Девчонки-близняшки выбрали один и тот же костюм, не сговариваясь. Все классно, все нормально сочетается, размер мой, все село. Но потом мы выходим, и я вижу Милюшу в таком же костюме. Я думаю, блин. Костюм, он универсален, потому что ты можешь носить пиджак, допустим, с джинсами, а брюки ты можешь носить, например, с объемным свитером. Поэтому это такой безопасный, легкий путь. Но он немножко приелся, честно говоря. Вот здесь у нас очень, да, интересный образ у девушки. Черно-белая классика, это беспроигрышный всегда вариант. У вас есть интересные фишки, у вас есть смешение фактур, то, что мне нравится. Да, как раз это не костюм, а это разная фактура пиджака и брюк. Вы очень эффектно его сделали, клево. Но есть такое ощущение, что перебор, вот перебор всего. Не знаешь, куда посмотреть. Это шикарное леопардовое пальто или на этот прекрасный пиджак. А юбка полиссирована, еще и сумка, и все в разных оттенках. Ну что, время подводить итоги. Мария, вам слово. Лучший образ сегодняшнего дня – Алия. Здорово то, что здесь есть черные пуговицы, они подчеркнуты, да, за черной рубашкой, ремень в тему, все подчеркнуто, красиво. Сумочка дает интересный акцент. Если честно, я думала, что у меня образ самый интересный будет. Но, к сожалению, мое мнение с мнением стилиста не совпало. Худший образ сегодняшнего дня – Регина. Вы просто взяли вещи, которые вам большие по размеру. В целом, идея была хороша, но пиджак вот простоват. Ну что, первые итоги сегодняшнего дня подведены, но на этом наша серия не заканчивается. И мы отправляемся дальше. Переживала, нервничала, уходить не хотела, но уже какая-то стадия принятия даже пошла. Но я с ней не смирилась и поехала дальше. А дальше девушек ждала поездка в живописный загородный клуб. И, по слухам, настоящее место силы. Также рядом находится мужской Макаревский монастырь. Это как раз идеально подходит для ретритов, для вдохновения. После напряженной работы со стилистом мы решили дать вам возможность расслабиться. И я хочу познакомить вас с вашим проводником в мир живописи Сергеем. Девочки, добрый вечер. Мы сегодня с вами будем рисовать картину аффирмации. Будем рисовать любой техники, мазками или будем брать даже мастихину. Вы должны прислушаться к себе, своим чувствам, своим ощущениям. И в этой картине вырезать свою энергию, свое настроение. Так расслабилась. Просто пошел поток фантазии. Все там рисовали вот так, а я начала кружочки рисовать. В общем, реально очень классно. Прям вот как-то из головы все это берется. Я рекомендовала девочкам, чтобы в ту фразу, которую они прописывают на своей картине, они вложили весь свой посыл и все свое стремление прийти к победе. К своим целям, к своим мечтам и желаниям. Чтобы была четкая, направленная энергия для достижения цели. Была очень интересная картина с золотым фоном про изобилие, про роскошь. И на фоне этих золотых мазков просвечивались горы. Но в какой-то момент девушка вдруг взяла и все свои горы, все, к чему она стремилась, замазала по горизонтали. То есть это про то, что она сама себя ограничивает в росте. А сейчас самый волнительный момент этой серии. Я наблюдала сегодня за вами весь день. Я должна вынести вердикт. Кто-то из вас должен покинуть сегодня проект. Но я не могу сделать этот выбор. Мы должны посоветоваться со всей командой. И об этом решении вы узнаете в следующей серии. Это добавит нервишек, потому что иногда непредсказуемый выбор для нас. Я думаю, риск есть одинаково у всех. Дианы, наверное. Ну, кстати, вот Камилю тоже можно рассмотреть. Может быть, вот Милеша. Ну, а пока девушки все еще остаются в проекте, самое время сделать медитацию с установкой на победу, которую проведет их наставник в этой серии – психолог Асия Зарипова. И вишенка на торте – время на отдых без всяких там испытаний. Да еще и в какой обстановке. Отдых в банном комплексе как раз является предложением релаксации. И русская баня на дровах, и японская бочка фурака обладает не только релаксирующим воздействием, но и также лечебным. Помогает выводить шлаки из организма, улучшает обмен веществ. Наслаждайтесь, девушки! Ведь в таком составе в реалите вы встречаетесь в последний раз. И в следующей серии шоу покинут сразу две участницы. Субтитры создавал DimaTorzok